В далёком-далёком мире бесконечно волнуется море забытых. Земля прямо по курсу! Ваше Величество, это она? А, я ждала тебя. К оружию! Это что такое? Ой, это так начинается, ребята, игра Сиежи Кастл. Я так понимаю, что здесь мне делать абсолютно нечего. Чей-то замок просто в хлам разнесли. Ты посмотри, что тут происходит. То есть, я так понимаю, скорее всего, вот этот замок будет нашим, скорее всего. Ха-ха, думаешь, что победил меня? Не тут-то было. До встречи, странник. Небесные странники, услышьте мой зов. Воу! Да. Слава небесам! Вы живы! Вот ведьма, всё разрушено. Но нас этим не сломить. Давайте восстанавливать замок. Ну, давайте. Так, ну что, друзья мои. Вот король живёт себе. А нам показывают, что надо сделать так. Так, простые деревянные конструкции. Орудия. Ставьте, говорит, катапульту. Давай сюда. Отлично, ваше величество. Вперёд, к новым приключениям. Ну, вперёд так вперёд. Битва. Ага. Вот оно как происходит всё. Ха-ха, ты серьёзно? Камень об камень? Слушай, так... Ха-ха, мы походу... Не... А, вот, смотри-ка. На, вражескую катапуту разнесли, кстати. Ну, нам снесли врата. Так, уровень... Ай, блин. Вы серьёзно? Лунный камень, мощь. Я не знаю, почему он не сме... Ха-ха, собака. Ха-ха, как-то... Ну, не то, что нелепо. Ну, я не знаю, ребята. Эгегей. Добыча. Добыча. Давай рассказать. Почему мне смешно, ребят? Так, баллистовый магический щит. И казармы, как ты видишь. Ладно. Это покупаем. И вот это покупаем. Награды принимаем. Идём. Добыча разжигает мой аппетит. Жуть, как хочется хлеба. Нужно распахать поле, ведь хлеб помогает добывать золото. Царство. Строить. Плодородная почва. Выполнение задания приносит хлеб. Специальное место, где издавна выращиваются золаки в открытой почве. Если ваши подданные будут сыты, это поднимет их боевой дух, что положительным образом скажется на количестве добычи в битвах с другими островами. Отлично. Поле скоро будет готово. Так, оно уже готово, да? Принять. Теперь отправим людей на работу. Кто там? Саламандровые бобы? Эти красные бобы, которые фермеры периодически находят на блях, часто используются как замена привычной пищи. Сами фермеры считают, что бобы приносят несчастье и предпочитают их не трогать. Но вы можете отправить слуг, собрать их и добавить в рацион подданных. Даже небольшая порция этих бобов придаст вашим воинам ярости в бою и воодушевит на другие задачи. Так. Сброс таймера на саламандровые бобы. Осталось так, подтвердить покупку. Подтвердили. Опять что ли кликать? Жители сперва не оценили идеи добавить в рацион что-то кроме пустой похлебки. Но распробовав, они начали просто драться за эти дышащие паром бобы. Позже, в тот же день, у некоторых наблюдались неожиданные побочные эффекты, вроде выдыхания огненных шаров. Но в целом, впечатления от новинки положительные. Прекрасно жить при добром и мудром правителе. Теперь, когда мы набрали скорость, и я убедился, что ваш блестящий ум не пострадал, и я буду неустанно трудиться, чтобы обеспечить исполнение ваших приказов. Просто дайте мне знать, что нужно сделать для царства. Полный вперед, ваше величество. Так. Имя заменим. Облик острова трава. Аватар я возьму... Ага, мне только вот царь и царица больше ничего не дают. Ну что же. Так, а имя можно поменять? Можно. И мы это с удовольствием сделаем. Потому что я, ну, не хочу, ребят, быть каким-то там плеером. Давай так вот. Реймор. Все. Я думаю, этого будет предостаточно. Так. Отлично. Ну что. Полезная пшеница. Она стоит 100 хлеба. А хлеб у нас вообще есть хлеб? Хлеб есть. То есть я могу. Фермеры растят пшеницу, и ваши слуги сообщают, что урожай вполне достаточен для того, чтобы вы смогли получить свою законную долю. Вы можете отправить больше рабочих, чтобы помочь собирать урожай и быстрее распределить его. Подданные не забудут о вашей помощи и с большим усердием будут выполнять приказы. Также я могу, ребята, прибавлять, я так понимаю, людей именно для того, чтобы они обрабатывали это поле. Как видишь, через 7 часов у нас будет готово это поле. Ну что же, у нас тут есть общение. Ну, даже дискорд есть в этой игре. Ничего себе, друзья мои. Так, любая покупка, я понял. Это мы избегаем сразу же. Так, битва, замок. Можно мне посмотреть, что еще можно построить. Мы можем с тобой сделать вот так. Это орудие есть какое-нибудь еще? Баллиста. Ого! А что это у нас такое 33? Ммм, это типа манна, да? Так, тут украшения. Украшений нету. Приказы по войскам, по правителю орудия. Ага, это куда они будут стрелять? Я ведь могу, наверное, что дает мне вот это вот? Уязвимость к физическим атакам 100%. Уязвимость к магии 50%. К огню 200%. И к электричеству всего лишь 20%. Так, из всех видов нам доступны только баллиста и катапульта. А где казармы, скажите-ка мне на милости? Должны быть казармы. Я же видел, что там людишки ходят. Так, а что такое слияние? Наберите не менее 200 очков, чтобы что? Чтобы открыть доступ к функции слияния. Ну, давай я, наверное, еще поставлю. Могу я поставить ее? А, все, у меня нету больше в запасе, ребята. Так, ну что, я понимаю, мне, наверное, скорее всего, нужно идти в битву и пытаться... пытаться одолеть нашего противника, который тут будет, если он вообще будет. Ты посмотри, какая у него башенка. Тылич! Прямо... Прямо по катапульте. Все, ребята. Золото, мощь и сокровище. Так, можно сразу пойти на новую битву. Ну, давай сразу же пойдем на новую битву, посмотрим, ребята. Съезжи Кастлс. Вот так называется эта игра. И... Бэмс! Минус катапульты. А ты смотри, как он хитрожок сделал, а? Он прикрылся башенкой. Он прикрылся, друзья мои, башенкой, и как бы катапульточку достали все-таки мы ее, и поэтому выиграешь за нами, ведь так? Да, ребята, но почему-то у нас тратится хлеб. А почему хлеб тратится, я пока не знаю. Так, давай-ка мы посмотрим, что мы можем здесь с тобой еще сделать. Сундук. Открываем. Выберите бесплатную награду. Бесплатную. Я, наверное, возьму катапульту. Так, а здесь нам не хватает с тобой чтобы открыть этот сундук, к сожалению. Так, ну-ка давай-ка в замок зайдем с тобой. Где у нас орудия? Я вот сюда поставлю. Хоп. А как же он там башенкой-то прикрылся? Как у него... Баллиста, что ли, может стрелять через башни? Ну, я почему-то сомневаюсь в этом. Так, дуэль какая-то. Одержите победу над множеством замков подряд, не выходя из игры. В этом игровом режиме ваш замок не будет ремонтироваться между боями. Количество лома в добыче будет расти с каждой победой. Еще рано мне сюда в дуэли. Задания. Нет принятых заданий пока у меня. Я думаю, надо идти на битву. Две катапульты плюс баллиста. Я думаю, этого дорого стоит. Ух ты, смотри, какая у него пушка. На. Пушку вхлам. Но он мне тоже гаденыш катапульту снес. Эть, по-моему, побед за нами. Ну да. Как с куста, друзья мои. Как с куста. мы с вами победили и двигаемся на следующую очередную битву. Так, мы оба третьего уровня. Что тут у тебя хитрого? Ах, ты жучен. Ты смотри, что ты делаешь. Ты посмотри, что... Одну все-таки я снес. Так, а вот здесь, ребята, зависит от того, кто... Кто быстрее? Да что б тебе, ну, серьезно, что ли? Так, ну, мой снаряд должен... По-моему, мы так сейчас, ребята, здесь на посинение будем. Да? Тебе так не кажется? Ну, ты посмотри, что происходит. О, наконец-то. На тебе. Все-таки, ребята, мои прицелились, бойцы, и, как ты видишь, попали. А я получил четвертый уровень, тем не менее. Плюс сокровища, да? И это я все сейчас буду открывать. Хочу, ребята, открыть сундучок с сокровищами. Вот он здесь. Как раз у меня хватает. Так, выбираем бесплатную награду. Каменная комната. Баллиста. Я, наверное, возьму каменную комнату. Сам пока не знаю, зачем именно она мне нужна, но... Я хочу... Знаешь, что сделаете? Вот здесь я каменную комнату поставлю вот сюда. Аболису можно сверху? Можно. Катапульты будут бомбить. Прекрасно. Так, а это что у нас такое? Содержит 10 воинов, которые автоматически входят для защиты своего замка и атаки вражеского. Ага. Так. Магические щиты. Защитный купол, отталкивающий вражеские снаряды. Его поставить... Отличные новости, ваше величество. Мы нашли способ проникнуть в ту таинственную пещеру. За завалами мы нашли кучу досок и какое-то странное устройство. Вас не затруднит помочь нам выяснить, что это такое? Так, а что ты мне показываешь? Я не могу понять. Что он мне показывает, ребят? Слияние. Так, секундочку. У меня три башни есть, да? Он мне хочет их слить. Во что? Ох ты! Так. И что? Светы и небеса, поверить не могу. Объединение трех одинаковых предметов превращает их в один новый. И гораздо более сильный. Интересно, а с оружием это сработает? Или еще с чем? Это пойдет нам на пользу. Согласен. Так, смотри. Передовые строительные технологии позволяют добиться невероятной прочности древесины. Некоторые говорят, что дерево сложено более тысячу раз похоже на путь война. Так, это я могу, наверное, сделать даже вот так вот. Это что, поменять местами, что ли? Ой. Сломал. Вот так вот. Ух. Сделаем, наверное, вот так же с тобой. Так, значит, комнаты и все. Украшений пока у нас нет. Ну что, ребята, я думаю, я думаю, что надо... Так, что у нас там с пшеницей? Используется. Используется. Так, от царства строить, править, строить, править. А, править это вот так, а строить это уже переходим к замку. Тогда смысл вот это вот делать, строить. Ой. Место для намов. Выполните задание. Так, ну-ка. Начинать приходится с малого. С нескольких хижин, жителей которых процветает под вашим мудрым руководством, собирайте с них налоги и получайте золото в казну. хочу, ребята, построить. Кузни. Открывает слияние в окне построек. Так, поле у нас используется. Давай, наверное, закончим здесь по-быренькому. Строительство завершено. Ну вот. Значит так, сбор налогов, баннернизация производства и трудовой кредит. Местный торговец спросит вас о помощи. Он собирается поставлять товары жителям на условии, что они заплатят лишь часть суммы, а другую часть обработают или вернут постепенно. Он хочет, чтобы ваши слуги поговорили с подданными и убедили их в пользе подобного подхода. Взамен, после заключения нескольких сделок, торговец выделит вам определенную долю монет. Допустим. Сколько? 17 часов. Так, а я-то думал, что здесь такая прусненькая. Ничего себе. Ребята, очень даже, по-моему, прикольная игра. Так, мои вояки тут. Смотри, конечно. Ох! Ты гляди. Щиты ставит. А как мне щит поставить? Во. Тынь, тынь. Снесли мне, ребята, там все, что могли. А как? А вояк-то как отправить? Ну-ка, сейчас посмотрим. Кто кого. Дыдыч! Так, мы... Ох, что там у него лопнуло? Так, что-то мы ему там разбили, такое стеклянное. И еще раз разбили. Так, мы, похоже, все равно здесь выиграли. Да. Мы здесь, ребята, абсолютно победили. Так. Уровень у нас растет. Знаешь, знаешь, что мне эта игра напомнила? Помнишь, мы как-то играли с тобой в игрушку, там, где у нас грифоны были, големы, как она называла? Castle Storm. Помнишь такую игру? Вот что-то типа того, только на минималках. Но, тем не менее, довольно прикольное. Мне почему-то нравится. Не знаю, как вам, ребят, пишите в комментариях. Копейщики комната. Так. А что такое копей... Блин, мне бы дали бы хотя бы прочитать штуку копейщики. Ну, я так понимаю, это солдаты. Это солдаты. Копейщики, которые у нас, наверное, будут находиться в замке, которых я могу взять. Так. Комнаты. Да. Вот они, копейщики. Вот мы их, например, можем поставить сюда. Хорошо. Слушай, вот мага надо, мне кажется, сюда ставить, чтобы он защищал наше оружие. с которым мы бомбим. Украшения нет. Приказы. Содержит 9 копейщиков, которые вступают в бой автоматически. Дистанция ближнего боя у копейщиков выше, чем у простых воинов. Однако, против лучников они уязвимы. Нападение. Атаковать всех. Глухая оборона. Нападение, наверное, мы сделаем с тобой. Как ты считаешь? Ну что, пойдем. Посмотрим, что у нас там в битве будет сейчас происходить. Ого. Он тоже, он тоже сразу щиты поставил. Ой. А че? А почему у меня рухнуло ползамка? Ползамка, ребята, у меня рухнуло, блин. С чего вдруг? Да, друзья. Я, если честно, не особо понял, почему ползамка просто рухнуло. Может быть, может быть, потому что здесь каменная постройка, но... ну это же... Ну это же... Я не знаю, ребят. Как так получилось? Она просто взяла и рухнула. Лучше я тебе могу сказать. Причем сама по себе. Так, а где моя баллистая? Погоди секунду. Баллистая где моя? Вот она. Ну как-то от баллисты, если честно, если честно, от баллисты я вообще не вижу какого толку. Это мое мнение. Может быть, против армии? Да, она хороша. А если против армии, то ее надо ставить, извините меня, не наверх, а вниз, чтобы она стреляла. Хорошо, давай посмотрим новый бой. Я не понял, почему у меня рухнул замок. Просто упала вот эта вся конструкция. Может быть, подбили то, что здесь внизу? Вовремя я поставил. Угу. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Ну, тут-то мы выиграли. Ты посмотри, у меня копеечки идут. Ну как, как они тут? Ой. Просто рубашат, ребят. На раз-два. Они даже подойти не могут. Нет, они там подходят, но мы их, смотри, просто чух-чух-чух-чух покромсали. В общем, победа здесь за нами. Ну что, пойдем с тобой на новую битву. Так, очередная битва у нас. Тут какой-то вообще замок, даже не замок, ребята. А что он такой вообще? Никакой, давай скажем, да? У него даже катапульт нету. Смотри, баллист как бомбит, ты видишь? Давай-давай-давай-давай, тут победа за нами, однозначно. Тут даже говорить не о чем. Так, минус 7 хлеба. Где у меня вообще хлеб обозначили? А, вот. А хлеб это, знаешь, что значит? Хлеб это типа наша энергия. Вот так вот. Что у нас тут дальше? Ух ты, ты посмотри, у него какой-то ребушет. Давай. А, вот теперь я понял, почему у меня тогда рухнуло здание. А вот это больно. Сейчас будет, ребята, больно. Знаешь почему? Потому что у него осталось... У него осталось баллиста. Даже если мы с тобой уничтожим сейчас вот этих копейщиков, ой, мечников, да? Да, поражение. Не все так просто оказалось. Ну что же. А что у него за комната такая, ребят? Хрустальная, а? Тин-тинь. Такие звуки. Ну, баллисту мы уничтожили. Что же у него тут за комната такая? Очень интересно мне знать. Бамс, там щиты, мечи, дубинки отлетают. Ну, тут победа, согласись. Окей. Так, сколько у нас золота? Есть. Давай-ка мы откроем с тобой сундучок, потому что золота накопили достаточно. И я могу себе позволить его вскрыть. пушка. Опа, друзья мои, я возьму пушку и возьму, наверное, не хватает. Ну, деревянная комната, я думаю, что не стоит тратиться на нее. Деревянная комната, сам понимаешь, что такое деревянная комната? Да ничего. Тут шесть часов, блин, строиться будет. Так, деревянная пушка. Ой, деревянная пушка. Пушка, куда мне ее поставить? Она тут... Так, эту штуку сюда поставим, как бы. А это вот сюда. И теперь я понял, почему, ребята, у меня сломалась тогда башня, потому что вот здесь вот подбили деревянные подпорки эти. И просто рухнула стена у меня. Вот так вот я нанести. Понятно, да? Стало, что там произошло. Ну что, пойдем посмотрим новый бой. Хочу посмотреть, что эта пушка вообще будет делать, как она будет реализовываться и успеть ли она вообще выстрел сделать. Она что-то вообще ничего не успела сделать, но ядро запустила. Ёк-макарек. Тут, по-моему, у нас, ребята, у нас шансов нету. Или есть? Так, копейщики, вы что-то как-то долго соображали, если честно. Давай, 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 уничтожаем. Есть! Мы уничтожили, ребята, вражескую баллисту, и мои копейщики уничтожили тут крестьян. Поэтому побед за нами. Ну-ка, что у нас тут? Так, допустим, у него... А, нет, у него есть. Есть, ребята, у него магический щит. Так, что-то мы разнесли, да, ему там? А почему мы в Айскаде выходят? Снесли. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, друзья мои, вот это беда. Беда заключается в чем? В том, что у него две баллисты еще осталось, а у меня ничего нету. Но я почему-то получил уровень пятый. Почему? А, ну это поражение. То есть, все равно мы получаем с собой немножко очком, да, даже если проигрываем. Стартовый набор. Лавка. Спасибо большое. Я по чесночку поиграю. Так, постройки. Нам доступна кузня. Открывает слияние в окне построек. Место для ценностей увеличивается в размерах. Хутор. Выполнение заданий приносит золото. Так, это есть? Увеличивается в размерах. Принять. А у меня не хватает золота, ребята. Поле. То есть, 9 зол... А, слушай, а где мне золото брать? Вот вопрос у меня. Где мне брать золото? Лавка. 154 голды. Облики. Снег. Осень. Украшения. Да, тут, конечно, красиво все, но... Все это не бесплатно, друзья мои. Все это не бесплатно. Пятый уровень. Фига. Ничего себе там сделал себе. Почему-то мою пушку сносят практически, ребят, моментально. Оу, оу, оу. Это что у него за рыцари такие, ребят? Это какие-то берсеркеры. Интересно, мы их сможем продавить? Вроде бы как получается, да? Или нет? Да уж куда там? Нет, ребята. Нет, ребята. Все. Он убил короля. И шурбашит. Хоть мы ему там замок и рушим. Да. Уничтожил, ребят. Короля, блин, а. Вот же чаро-то, а, где? Угу. Эту баллисту надо отсюда как-то убирать куда-то. Вот здесь, который стоит. Окей. Но здесь явно победа будет за нами. Ну, у него, смотри, сколько построек, да? То есть, у него есть где разгуляться. А почему у меня столько нету, а? И как мне получать золото? От налогосборщика, от этого? Так когда он придет, блин, этот налогосборщик? Ох ты. Железная комната. Древний храм. Что за древний храм, ребят? Я не знаю. Надо почитать что-то про этот железный храм. То есть, этот, что он делает? Древние храмы возводились из удивительно прочных каменных блоков, покрытые живой лозой. Надписи на камнях гласят, что лозы будут... А, будет воинов внутри, спасай их от гибели. О чем это? Давай я вот так вот сделаю. Да нет, вот эту вот комнату... Да господи, да... Стену вот эту можешь поставить сюда? Или нельзя? А, это вот она и стоит уже, что ли? Точно, ребят, это она и стоит. А я-то тут ругаюсь. Теперь вот так вот сделаем с тобой. Пушку мы, наверное, поставим сюда. Это пульту вот сюда. Как ты думаешь, будет отлично? И этих ребятуликов вот сюда. Вот так я хочу попробовать. Такой именно, ребята, комбинации. Ищем противника. А что, тут с реальными противниками, я так понимаю, играем? Не обо что. Оу-оу-оу-оу-оу-оу! Требушет у него! Ну... Давай-давай-давай-давай-давай! Да ядрен матрен, ну что ты... У него главная армия уже идет. Мои все где-то там спят, непонятно где. Не пойму, от чего здесь это все зависит. Мы, наверное, даже... Даже пройти здесь не сможем. Ты посмотри, что происходит. Бамс! Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй! Последний, последний живут. Все! Почему, блин, мы проигрываем, блин? А он выигрывает. Я не понимаю. У него меньше всего, блин. Так, а я вижу у него железное. Пушка, ты хоть разок выстрелишь? За сегодня или нет? Нет. Пушке не дано стрелять. Пушке просто не дано даже сделать выстрелять. Выстрела. Почему у него такая быстрая перезарядка? Что с моими войсками не так, а? Пич! Ну, тут явно победа за нами, да? Такой, знаешь, рандомчик, ребята. Хочешь поприкалываться, то обязательно скачай эту игру. Я думаю, тебе понравится. Она здесь, как бы тебе сказать, не особо напряжная. А очень даже прикольная. Ну что, друзья мои. Я думаю, для обзора этого будет достаточно. А на этом всё. Всем пока, всем удачи. И до новых скорых видосиков. Спасибо.